Доброго времени суток, Андрей Замесин, канал Сомнений.com. Архивное видео я нашёл себе на жёстком диске. Это iPhone 4s сентябрь 2012 года. Тогда я впервые себе поставил такой утилит под названием DisplayRack. Она как-то просочилась через Mac App Store и позволяла записывать экран прямо нативно, без всяких джейлов. И, собственно, на видео можно посмотреть, как я произвожу первичную настройку своего нового iPhone. За прошедшие 4 года, 4,5, практически ничего не поменялось. То есть я, например, точно так же ставлю глушилку на ночь, то есть с 23.00 до 7 или 8 утра. Мне звонить практически бесполезно, туда имеют доступ только избранные круг лиц, то есть избранные контакты. И делают они по сложившейся традиции со второй попыткой. Точно так же настраиваю заряд в процентах, то есть вы ставите галочку и у вас отображается заряд в процентах. Это у вас есть такая политика Apple, чтобы вы меньше всего волновались, пользуясь iPhone. Поэтому вы не должны знать, какой у вас заряд батареи или есть ли у вас доступ в интернет. Естественно, он у вас есть и естественно через Taiji. Именно поэтому у вас нету меню выбора между Wi-Fi или Taiji. У вас всегда по умолчанию при первичной настройке включён Taiji. И если у вас пропадает сеть, вас обратно откидывает на меню выбора Taiji, а не Wi-Fi, например. Ну дальше настройка Spotlight и, по-моему, должны уже дойти до настройки ограничений. В ограничений нужно залезать в обязательный порядок. Ну опять же, на мой скромный взгляд, например, там можно отключить ненужный вам Apple Care. Или, например, навсегда отключить серию или установку или удаление ПО. Например, если вы настраиваете свой телефон маме или бабушке. Если вы купили нормальный телефон маме или бабушке. То, чтобы они случайно не удалили ваше приложение установленное, вы просто запрещаете там это делать. И, например, в этих же старых устройствах, потому что я сомневаюсь, что вы купите маме седьмой iPhone, вы можете, например, выключить в системных настройках геолокацию для ненужных им программ. То есть, например, в этой менюшке можно было отключить вообще практически всё, кроме калибровки компаса и поиска сотовой сети, чтобы работала геолокация в Яндекс.Картах и лучше происходил поиск по сети. Ну, собственно, все остальные настройки можно особо-то не показывать, потому что они за прошедшее время особо не поменялись. Но вот автопрописные, да, автокоррекции, прописание тоже желательно отключить, потому что пожилые люди, например, не знают, где это устроить, а молодёжь пишет такими фразочками, которые стройная пловая клавиатура всегда вырубает. А в Ace Over я не помню, зачем я тогда настраивал. Здесь можно, в принципе, настроить гидродоступ, да, для детей. Если вы, например, отдаёте iPad или iPhone ребенку, то есть вы делаете тройное нажатие, и у вас блочится экран, и вот этот Angry Birds или какая-нибудь игрушка остаётся доступ только к ней. Ну и отдельно хотелось бы сказать, что уже на протяжении почти шести лет я использую звуки из оригинального Warcraft A3, то есть можно было оттуда вытащить звуки войск или там нападение ворков, кого убить и всё остальное. И вот они у меня трудятся в качестве рейнгтонов. Людям, в принципе, очень нравится. И на этом, я думаю, можно закончить наш обзор iOS 6 4S 2012 год.